МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Студия Анна Печенегова. Главное событие это пятница. Прямо сейчас. Джип прокатился на трамвае. Я начал опять заднюю скорость, опять назад. Она упала туда. После торгового центра Я в Кемерове произошло курьезное ДТП. В заборе ли счастье? То есть с забором они не могут помочь? Возможно, нет таких денег. Многодетная мама не может установить изгородь у дома. От Сицилии до Казани. Университет для меня это самое яркое событие в плане победы. Кузбасские традиции всемирных студенческих игр. На работу настоящих мужчин в необычном лесорубном спорте смотрите в постоянной рубрике «Тем временем». В Кемеровском районе нашли тело горняка, пропавшего в среду после обвала на шахте Владимирская. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Напомню, трагедия произошла 3 июля поздно ночью. На одном из участков шахты обвалилась порода. 58 из 59 человек были выведены на поверхность. Сегодня в Кемерове пассажиром трамвая стал автомобиль. На проспекте Кузнецком произошло ДТП. Водитель машины выезжал с парковки торгового центра «Яни», справился с управлением и врезался в трамвай. Как результат, строптивое авто почти всмятку. Соседнее с подбитой фарой, а трамвайное сообщение парализовано. Стоит отметить, что каких-либо ограничителей между парковкой и трамвайными путями здесь нет. Многодетная кемеровчанка зимой купила частный дом. Прежние хозяева, разумеется, жилье нахваливали. А вот летом выяснилось, не все так хорошо, как ей рассказывали. На телефон горячей линии нам позвонила женщина с просьбой помочь разобраться, кто должен поставить забор у ее нового дома. По огороду без границ прошлась Мария Салмина. Пока мама занимается хозяйством, шестилетняя Алина Иванова следит за тремя младшими сестрами. Играют они всегда в огороде. Места для детских забав на участке хватает. Только есть одно «но». Ограды расположены не по всему периметру. Совсем рядом дорога. Если забора нет, то мы, когда выходим гулять, девочки могут пойти на чужой огород. Забора на этом участке по Керченской, 18, видимо, нет уже давно. Только об этом матери четверых детей Валентине Ивановой бывшие жильцы сказать не решились. Это дом она купила в феврале нынешнего года, когда под высокими снегами ограждения видно не было. Поверила на слово, что все здесь в порядке. Только же за свою доверчивость женщине придется заплатить. Нужен забор, но денег на него у многодетной матери-одиночки нет. Валентина Иванова обратилась за помощью в администрацию Кемерово. И вот какой ответ она получила. То есть с забором они не могут помочь? Возможно, нет таких денег у них. Она обратилась к нам за оказанием материальной, единовременной денежного выражения помощи в размере 300 тысяч рублей на ремонт электропроводки, замены оконных блоков, на ремонт помещения этого дома и ограждения вокруг этого дома. Специалисты городской администрации приезжали осматривать дом. Аварийным его не признали. Сказали, что условия вполне пригодны для проживания. На что идут денежные средства в первую очередь? Это погорельцы. 30 тысяч человек, которые были получены. Это кражи, ДТП, стихийные бедствия. Это возмещение затрат на медицинское лечение. Это оплата ритуальных услуг. Это те, которые люди сами не могут справиться. Это трудношедшая ситуация. Это приобретение лекарственных препаратов. Это приобретение топлива дополнительно. Как многодетная мама, Валентина Иванова уже получает все необходимые выплаты. Скоро ей привезут 4 тонны благотворительного угля. А к сентябрю помогут собрать в школу старшую дочь Алину. Забор уже вопрос тоже пообещали решить. Для этого женщине еще раз необходимо будет написать заявление с конкретной просьбой в администрацию города. Мария Салмина, Константин Черяков, Василий Федоров. Новости моего города. А если у вас есть интересные проблемные истории, поделитесь ими с журналистами телеканала «Мой город». Телефон горячей линии 8 933 300 0300. Подготовка к всекузбасскому дню села 2013 в самом разгаре. В Тапках сегодня прошло очередное выездное заседание. Провел его первый заместитель губернатора Валентин Мазикин. Чиновники посетили несколько строек. Часть из них планируют завершить уже в этом месяце. И вот что по этому поводу пишут на сайте областной администрации. Цитирую. По итогам работы штаба Валентин Петрович Мазикин дал поручение взять на особый контроль целевое использование средств областного бюджета, выполнение работ по покраске фасадов жилых многоквартирных домов и форсировать выполнение дорожных работ на участках, ведущих к крупным строящимся объектам. А сейчас постоянная авторская рубрика «Люди, которые нас удивили». На этот раз Дмитрий Сагара поражался тарифом на квартплату. Они повысились по всей России, а в Кузбассе и Москве нет. Почему так случилось? Смотрите в сюжете. Люди, которые нас удивили. Авторами сенсации на прошлой неделе стали губернаторы. Словно сговорившись, мэр Москвы Сергей Собяин и губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявили, что 1 июля повышения тарифов на жилье не будет. В Москве повышение квартплаты отложено на 30 дней, а в Кузбассе повышения не будет 3 месяца до 1 октября. Что об этом думает правительство, пока неизвестно. Но правительство далеко, а люди, кузбассовцы, рядом. Однако в жизни не бывает так, чтобы всем было хорошо. Сегодня грустно в кемеровских рево-жеках, где рассчитывали, что смогут получить дополнительные деньги и повысить зарплату своим работникам. Сегодня уже никто не хочет работать дворником за 8 тысяч рублей. Сегодня молодежь не идет работать с лесарями. Сегодня мы нередко можем увидеть, как смуглые приезжие из Средней Азии подметают наши улицы. Есть еще одна проблема у кемеровских коммунальщиков. Два года назад городские власти им установили цену аренды за снимаемые помещения, как коммерсантам. Но ведь коммунальщики не коммерсанты, не предприниматели. Если трубы будут рваться чаще, или они подметать дворы будут в 3 раза больше, у них денег не прибавится. Так, может быть, пойти на милость и снизить им аренду хотя бы на эти 3 месяца. Это уже становится традицией. Когда родине трудно, в первую очередь к ней на помощь приходят коммунальщики. Вспомните любой кризис. Все цены растут, и только зарплата слесарей стоит на месте. Получается, что коммунальщики наши всегда на переднем крае. А на переднем крае, как всегда, мы теряем людей. И вместо наших людей приходят иностранцы. Сегодня они подметают улицы, а завтра они придут в наши подвалы, чердаки, придут чинить наши краны. Если мы не хотим кормить свою армию коммунальщиков, то придется кормить чужую. Разве это хорошо? Сегодня на уборку улиц Кузбасса вышли 77 тысяч человек, сообщает новостной портал Сибдепо. Массовые субботники прошли во всех территориях. Например, в Ленинск-Кузнецке стало не только чище, но и красивее. Там разбили новые клумбы. А в Междуреченске, в районе парка ветеранов, оформили цветник 70 лет Кемеровской области. В столице региона сотрудники администрации области и города убрали мусор на бульваре строителей, проспекте Ленинградском, а также в Кузбасском парке. Кемеровчане стали меньше мусорить. Более того, отходы они раскладывают раздельно. Сегодня об этом с гордостью рассказали в городской администрации. Там подвели итоги акции Дни защиты от экологической опасности. Награды вручили самым активным и ответственным горожанам. Тем, кто придумывал и реализовывал проекты по улучшению экологической обстановки в Кемерове. Вот в этом году у нас появились такие жители города, как Юлия Калачикова и Денис Застрелов. Денис Застрелов на свои деньги купил саженца сосны, выступил с осуществлением проекта по расширению соснового бора. Юлия Калачикова, она занимается уже какое-то время, раздельно сбором отходов, вся дом приучается. Его ребенка, которому нет еще двух лет. Как лесорубная пила стала спортивным инвентарем? Об этом узнаете в рубрике «Тем временем». Это в конце выпуска, а вот что вас ждет прямо сейчас. Детский талант в хит-параде. Сегодня в реабилитационном центре «Фламинго» прошел праздничный концерт. 50 иностранцев в небе над Кузбассом. На Танайе репетируют сложнейший групповой прыжок. Десятки велосипедистов проедут по центральной улице Новокузнецка в эту субботу. Побывать на празднике, посвященном юбилею города, смогут не только сами новокузнечане, но и жители области. Трансляция праздника будет вестись на телеканале «Мой город». Не пропустите прямой эфир в 20.00. В этом году у зрителей телеканала «Мой город» будет уникальной возможность увидеть все то же самое, что видят и зрители, непосредственно участвующие в праздновании Дня города. Ну и даже пошел бы больше. Потому что зрители, которые стоят на площади, вряд ли смогут увидеть интервью с исполняющим обязанности Нового города Сергеем Кузнецовым и Владимиром Кузьминым, которые поздравят им сейчас с этим потрясающим праздником. Кемеровские дети с ограниченными возможностями показали, на что они способны. Сегодня в реабилитационном центре «Фламинго» прошел концерт для ребят «Летний хит-парад». На праздники побывала наша съемочная группа. Любимую песню детей из центра поет его воспитанница Настя Филиппова. «Фламинго» для девочки как второй дом. За три года, что здесь занимается, она нашла много друзей. Сегодня Настя открывает концерт «Летний хит-парад» своим выступлением. В зале ее любимый зритель и главный судья – бабушка. Эту песню мы готовили, в сущности, мы ее на 8 марта разучивали, и вот мы ее на мисс выступили и сейчас. В сущности, она очень быстро все запоминает, и поэтому нам не надо много времени, но ребенку нравится петь. Эмоции, ну, сами видите, какие эмоции здесь. Яркие эмоции в зрительном зале. Пусть подобные концерты для воспитанников и привычны, они проходят несколько раз в год, однако дети постоянно придумывают что-то новое. На этом концерте показывают лучшие номера, которые дети вместе со своими педагогами поставили в течение сезона. Благодаря таким концертам у детей с особыми потребностями появляется уверенность в себе. Ребята демонстрируют свои таланты и получают признание среди сверстников. Дети все интересные. Кто-то уже к нам ходит много раз уже постоянно, кто-то впервые знакомится. Ну, все так же грустят, когда расстаются. Кроме бурных аплодисментов, маленькие артисты получают благодарственные письма. Несмотря на то, что впереди каникулы, расслабляться никто не собирается. Нужно готовиться к следующему концерту уже осенью. Оксана Фолина, Мария Арзамасцева, Виталий Федоров. Новости моего города.